Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болтком. Программа «Синема». Всем доброго дня. Программа «Синема». И сегодня в нашей программе журналист, кинокритик, радиоведущий, экс-главлет журнала «Искусство кино» Антон Долин. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень напряженный месяц. Хотя мы выяснили, что Антон, на самом деле, гораздо более напряженный, чем кажется. Еще есть масса выступлений и ивентов за пределами Латвии. Но буквально сегодня, 5 апреля, потом 18-го, 20-го апреля и 26-го мы сейчас пробежимся по всем этим событиям. Но и заодно поговорим, анонсируем, может быть, затронем эти темы. Сегодня в Касунсе можно будет посмотреть «Черно-белый», немой фильм о Шерлоке Холмсе, где Шерлока Холмсе играет Бастер Китон. И понятно, что «Черно-белое кино» может быть не для всех как-то привычный просмотр фильмов. Однако, я думаю, что «Вступительное слово» Антона Долина будет каким-то таким вот вводным контекстом. И фильм очень много, может быть, откроет для тех, кто знает Шерлока Холмса только по Ливанову. — Нет, ну, во-первых, у Риги свои отношения с Шерлоком Холмсом, не мне вам рассказывать. И для очень многих туристов из СССР, из бывшего СССР, из стран бывшего СССР, Рига остается местом, где находится вот эта самая мифическая Бейкер-стрит. То есть Бейкер-стрит — настоящая улица в Лондоне, но адрес, понятное дело, мы знаем, что Конан Дойл его выдумал, как и Шерлока Холмса. И почему тогда не здесь, раз уж это воображаемое место? Я, конечно, не самый большой холмсовет в истории и в кино даже, но я считаю, что Шерлок принадлежит кинематографу чуть ли не больше, чем литературе. Не знаю, вы в курсе или нет, это парадоксальный факт, что вообще-то в книге рекордов Гиннесса Шерлок Холмс обозначен как самый экранизируемый литературный персонаж в истории. Вот там ни Гамлет, ни Ахиллес, ни Фауст, сколько есть мифологических персонажей. Может быть, Шерлок Холмс не самый из них знаменитый, но кино любит его сильнее всех. Я сегодня собираюсь поговорить об этом, с чем эта любовь связана, чем она объясняется, какие эволюционные изменения она претерпела за последние сто с лишним лет, потому что Шерлоку Холмсу с его момента появления, наверное, ну, ему уже примерно 150 лет, плюс-минус, вот, ну, литературу, думаю, имею в виду. И, конечно, все менялось, и отношение к нему менялось, не менялся только факт любви, но любовь по-разному объяснялась. Понятное дело, что Шерлоки есть всех возрастов, говорящие на самых разных языках, и Ливанов один из сотен. Ну вот, и выбрали, не я выбрал, а выбрали организаторы показать Шерлока-младшего Бастера Китона, потому что это один из тех не очень частых случаев, когда не просто некий кинематографист, а действительно великий, гениальный человек решил свою фантазию на тему Шерлока выдать. Это было давным-давно, кино действительно немое черно-белое, и я как раз не считаю, что нужно специально как-то продавать немое кино. Но мне кажется, что оно лучше смотрится даже, чем цветное, это более надежная вещь. Вообще, те фильмы, которые, это как с музеями классическими, ты приходишь в Лувр и понимаешь, что там плохих картин нету, потому что если фильм, если картина или скульптура живет 300 лет, 500 лет, 1000 лет, и до сих пор люди приходят на нее посмотреть, значит, это точно стоящая вещь. Те немые фильмы, которые дожили до нынешнего 23-го года и до сих пор они существуют, и их кто-то смотрит и показывает, это отборно, это самое лучшее. Ну и мой опыт показа детям, например, того же Чаплина, ну и Китона иногда, доказал, что вот это самое универсальное кино. Больше людей статистически поймет и полюбит фильм Бастера Китона, чем победителя Оскара «Все везде и сразу», против которого я тоже ничего не имею, но Бастер Китон более внятный. Поэтому думаю, что если вы придете, вы поймете, о чем будут эти речи, и вы получите удовольствие от просмотра, ну а больше ничего гарантировать, конечно, не могу. Получается, что я очень себя хорошо помню в детском возрасте, какой восторг вызывали фильмы Чаплина. Да, дети современные, они тоже так же реагируют на них. А нет никакой разницы, ваше детство от детства современных детей отстоит меньше, чем от вашего и современного детства момент, когда были сняты фильмы Чаплина. В любом случае, это вечность спустя. Ну и нет никакой вечности, они современные абсолютно. Я, по-моему, было ему 5 лет или 6, в последний раз своему младшему сыну, вообще-то мы уже 13, показывал на большом экране Чаплина. Мы сходили на несколько фильмов, и это был, конечно, восторг, естественно. Никаких других реакций не бывает. Но это относится не только к Чаплину, к Бастрокитну это относится совершенно точно не в меньшей степени. Не менее гениальный человек, чуть-чуть менее знаменитый, менее раскрученный. Хотя, на самом деле, я думаю, их можно сравнить. — Если вот мы уже заговорили о детях, и будет, кстати, вот 18 апреля «Что и как смотреть с детьми», это уже будет в Splendid Palace, следующая тема, что действительно стоит показывать детям, то есть с чего вообще начинать знакомство? Понятно, что дети будут смотреть мультики. Я очень хорошо помню, у меня в детстве, опять-таки, мои детские воспоминания, отец очень любил ходить смотреть кинолектории. И я напрашивался с ним до тех пор, пока, значит, он меня не взял однажды на ночь к Абирии. И вот когда я стал уже дома расспрашивать при маме, значит, а всё-таки чем занимались эти тёти, больше меня на эти кинолектории не брали. Хотя, на самом деле, фильм, вот, у меня произвёл совершенно неизгладимое впечатление. Но, с другой стороны, вот что можно смотреть с детьми, что нет? Вот где, вот есть ли какие-то, ну, не знаю, разницы? Детские фильмы, вот, условно говоря, вот, что такое детские фильмы, что такое фильм для взрослых? Ну, спойлер, смотреть с детьми можно абсолютно всё. Есть те вещи, которые по, ну, очевидным соображениям не очень для детей подходят. Это, там, сцена крайнего насилия или порнографии, или какая-то очень страшная хроника. Но вы знаете, когда, ну, например, в музее, а не в кинотеатре, есть видеоарт с какими-то такими материалами шокирующими, там и взрослых зрителей предупреждают. И имейте в виду, вот тут есть шокирующие. То есть, дети здесь входят в общую категорию уязвимых, возможно, остро реагирующих на какие-то шокирующие вещи людей. Таких людей много и среди взрослых. Причём, больше того, я бы сказал, что начиная лет с 13-14, дети из этой категории тоже выходят. То есть, в 13-14 лет человек может, ну, может, с моей точки зрения, да, я не пытаюсь регулировать закон. Законы в разных странах разные, что можно кому, а что нельзя. Но, с моей точки зрения, можно показывать детям, 13-14 лет им уже абсолютно всё. У нас наш старший ребёнок таким образом посмотрел «Игру престолов». Мы смотрели с женой, он зашёл в комнату, говорит, что это вы такое смотрите. Мы говорим, ну, это «Игра престолов», тебе ещё рановато. Он просто через плечо посмотрел у нас, типа, как это там выглядит, не знаю, секунд 30. Пошёл себе в комнату, скачал себе на iPad, да посмотрел, естественно. Любой современный ребёнок сделает примерно так же. Найдёт возможность. И если вы запрещаете дома это делать, я против любых запретов, конечно, он пойдёт к однокласснику или другу, и там произойдёт всё то же самое. Поэтому в эпоху интернета и доступности всего скорее речь о том, как выбрать для детей то, чем направить их, немножко сформировать их вкус, да, показать им то, что может быть их от сугубо развлекательного, иногда глупого контента куда-то ещё развернёт. Не обязательно отвернёт. У меня дети тоже, сейчас, на сегодняшний день они привычные, умеют смотреть любое, в том числе, там, радикальное, авторское кино. Но при этом они всё равно смотрят мемы, тиктоки и прочее. Ну, тут нет никакого взаимоисключения. Я очень хорошо помню, как Марку, моему старшему, было, ну, не знаю, 4-5 лет, когда он, к разговору о ночах Кабирии, он случайно, мы жили тогда в очень маленькой квартире, невозможно было от ребёнка дистанцироваться, когда как раз укладывали его спать. Видимо, спать ему не хотелось. А я в телевизоре смотрел «Красную пустыню» Антониони. Конечно, история отчуждения женщины в индустриальном обществе не очень ему интересна. Но там у женщины, если помните, есть ребёнок, которым она совершенно не занимается. И это зацепило его внимание, он посмотрел до конца, ему было это интересно. Но и мне в голову не пришло сказать, это взрослое, не для тебя, ты ничего не поймёшь. Это ужасно, когда взрослые так говорят детям. Хотя, может, и не ужасно, потому что у детей из-за этого только пробуждается их любопытство ещё больше. Поэтому лучше не заставлять ничего смотреть. А вот увлекать и пытаться заинтересовывать можно очень разными вещами, в том числе теми, которые традиционно абсолютно не считаются детскими. Это, по-моему, у Быкова был прекрасный пример. Если хотите, он говорил, что для того, чтобы школьников... Это вам ещё рано, и всё, к следующему уроку все обязательно прочитают. Конечно, конечно, это всегда работает, но и для взрослых это так работает. Цензура – это всегда реклама. Да, я очень хорошо помню, как у нас запрещали, по-моему, Катрин Брия, фильм, и потом прокатчики специально благодарили депутатов, и говорили, что зал был полон, то есть это действительно люди ломанулись. Какой фильм? Роман с Икс? Да, да. Ну, так естественно, конечно. Это почти порнографический. Там, собственно, порно-актер Рокиси Фредди играет одну из главных ролей. Как на такое не пойти, на такую прелесть? Говоря вот про то, что показывает ребёнку, нужна ли какая-то система? То есть, условно говоря, сегодня мы с тобой смотрим итальянский неореализм, завтра будем смотреть нуар. Слушайте, тут самый главный момент, очень важный. Главный урок... Я не хочу никому не преподавать никакие уроки, всё это в кавычках и иронически. Главный урок, с которым можно всё начинать, он звучит очень просто. Дети – это тоже люди. Это звучит как бы очевидно, но почему-то родители совсем не все это понимают. Что это значит? Это значит, что они все очень разные. Что кому-то в 7 лет уже пора показывать сияние, а кому-то и в 20 будет рано. Что кому-то обязательно системно разложить жанры, показать и нуары, и вестерны. А кому-то не надо даже знать, что эти жанры существуют. Но показать отдельно искателей дилежанса или, условно говоря, ну не знаю, какой нуар назвать, мальтийского сокола, допустим, обязательно нужно. Или наоборот не нужно. А кому-то ни за что не нужно мальтийского сокола, а нужно обязательно гражданина Кейна. А других, пока им не исполнится 18, лучше до Орсона Уэллса не допускать, а показывать только развлекательное кино, среди которого огромное количество шедевров, как мы знаем. То есть все зависит от конкретного ребенка или подростка, конкретного человека, и от конкретного взрослого, конечно, тоже. Единственное, что это вот еще один очень важный урок, очень важная установка. Помните, что дети не только люди. Помните, что это отдельные от вас люди. И вот этот вот принцип «мне это понравилось, меня это сформировало, поэтому и тебе это необходимо подсмотреть, слэш прочитать, слэш подслушать» это огромная всегда ошибка. Это все равно, что считают, что ребенок должен обязательно хотеть на тебя быть похожим. Но это же не так. Иногда даже ребенок может восхищаться мамой или папой, но не хотеть быть как они. А часто и не восхищается. Часто твои слова «это мой любимый фильм из детства, это лучшая антиреклама, которую можно предложить». Еще одна важная установка, это я прям продаю спойлеры будущей лекции, но мне не жалко, не обидно. Еще одна важная вещь, это всегда должен быть взаимообмен. Всегда. Если вы хотите, чтобы ребенок с вами посмотрел «Крестного отца», это правильное, легитимное желание. Я своим детям показывал «Крестного отца», это очень важно. Будьте готовы с ними посмотреть. Ну и дальше. От «Человека-паука» до… Ну, все, что, возможно, вам не хочется, а им интересно. И серьезно к этому отнестись. Ни в коем случае не отмахнуться словами «Ну, это фигня, это дети такое любят». А вот это ни в коем случае. То есть, если вы хотите, чтобы вы серьезно отнеслись к тому, что вы предлагаете детям, серьезно отнеситесь к тому, что они предлагают вам. А если они не предлагают, то у вас что-то не в полном порядке с диалогом с вашими детьми. И предложите, скажите, покажи мне то, что нравится тебе. У каждого ребенка что-то такое есть. Ну, чтобы не мои слова не были голословными, должен честно признаться, что вчера поздно вечером, хотя я приехал после бессонной ночи, из трудной командировки с кучей лекций, мы с обоими детьми, вдвоем с женой, то есть вчетвером все вместе, смотрели второго «Кота в сапогах», просмотр которого до этого мне счастливо удавалось избежать. Но вот они меня приперли к стенке. Говорят, опять тебя не было, а он уже появился официально. Это самое, не помню, там Apple TV, мы включаем. Пришлось смотреть. И мне очень понравилось. Замечательно, что так вот удается сочетать и вкусы в одну сторону, и в другую. Есть вот люди, некоторые говорят, что эротику от порнографии невозможно отличить, вот интуитивно. Вот мне кажется, что примерно такая же тонкая грань проходит между кино, вот то, что мы называем кино, и то, что является ширпотребом. То есть вот какие-то критерии включить здесь просто невозможно. То есть вот сколько там обнажено тело, это может быть и эротика, может быть и порнография. То есть высокое искусство или совершенно низкопробное. Вот как в данном случае вы реагируете? Это ощущение? Это есть ли какой-то, ну не знаю, список критериев, которым фильм должен соответствовать, чтобы попасть в маст-си? Ну, у меня, конечно, есть свои критерии. Давайте для начала я скажу про эротику и порнографию. Мне совершенно не кажется, что это такой сложный вопрос. Надо понимать, что представления о порнографичности у каждой эпохи, у каждой страны, у каждой культуры свои. То есть в Иране порнография, когда женщина-платок с головы снимает, и это кто-то на камеру запечатлел. То есть порнография, прежде всего, порнография – это чисто утилитарная штука. Порнография снимается специально для того, чтобы вызывать сексуальное возбуждение. И это главная цель. Важнее вызвать сексуальное возбуждение, чем любые другие интеллектуальные, эстетические, любого рода реакции вызвать. И наоборот, если первично вызвать эти реакции, интеллектуальные, или как там в очень откровенных фильмах Ларса фон Триера, или эротические, как в «Ночном партии», допустим. Это не очень интеллектуальный фильм, но очень чувственный. Порнографичность может быть побочным эффектом. Она, может быть, тоже есть, но это не порнография, потому что не для этого сделана. То есть здесь без анализа не обойтись, не анализируя произведение, мы не поймем, порнография это или эротика. Потому что эротикой априори мы можем называть все, где есть то, что вызывает у нас, то, что связано с обнаженным телом, с эротической какой-то темой и так далее. Ну вот, считать, например, эротическим фильмом, не знаю, слов видливый или нет, случайности догадка Рюсуки Хамагути. Нет, не видел. Прекрасная картина, одна из моих любимых за последние годы, и в ней про любовь. И есть сцена соблазнения мужчины женщиной, когда женщина вслух читает ему этого мужчины прозу. Это эротическая проза. Она вслух читает ему очень откровенный эротический текст, но это только слова. А на экране мы видим лица людей, которые это читают. Это эротика или нет? Да, ну понятно, да? Нету грани, невозможно. А можно ли считать эротикой или порнографией Соло или 120 дней Содома Пазолини? Я не представляю, как можно возбудиться, когда ты смотришь этот фильм. Это описание пыток. Хотя там голые люди, молодые, привлекательные, но это никак не... И Пазолини сделал очень многое. Например, он снимал эти голые тела с большой дистанции статичной камеры. То есть камера не участвует в этом эротическом акте, она действует так, как будто это камера слежения в пыточном изоляторе. И, ну, с другой стороны, если кто-то возбудится от это глядя, мало ли какие реакции бывают у людей. Мы не можем же это предсказать или спланировать. Но главное, что фильм делался не об этом и не для этого. Вот. Хотя это один из самых скандальных, откровенных фильмов в истории кино. Ну, в общем, об этом можно говорить бесконечно. Возвращаясь к основному вашему вопросу об отличии высокого и низкого, ширпотреба и нет, у меня ответ очень простой. Я в эти разделения не верю вообще. Я считаю, что их нет. Лучшие на свете режиссеры снимали абсолютно ширпотребное, то есть для широкого потребления, расшифруем, кино, которое являлось вместе с тем шедевральным. Шедевральный ширпотреб. Пожалуйста, любовь им Чарли Чаплина, космическая Одиссея или Спартак Кубрика, челюсти или близкие контакты Спилберга, звездные воины. Это шедевральные вещи. И в то же время это ширпотреб. Нолан снимает ширпотреб, в то же время он человек гигантского таланта. Ну, эти списки огромные. И обратное также справедливо. Фильм может быть очень высоколобым, сделанный для 10 человек, экспериментально. И совершенно не быть талантливым, не быть высоким искусством. Поэтому, когда кто-то начинает говорить про высокое искусство, низкое искусство, невысокие и низкие жанры, я, пожимая плечами, отворачиваюсь. Это не моя тема. Для меня эти разделения иерархические остались где-то очень давно. Мне кажется, что революция, произведенная в кинематографе в 90-х годах, ну, кино позже к этому пришло, чем, например, изобразительное искусство. То есть, в изобразительном искусстве Ворхол это сделал уже в 60-х. После Ворхола говорить о том, что есть там высокое изображение и низкое, он в высокое изображение превратил изображение банки Кока-Колы или томатного супа. Да, ну, а в 90-е годы Альмадовер в Испании, Триер в Дании, Тарантино и там Линч в Америке, они показали, что можно только из масс-культуры делать настоящее подлинное искусство. И с тех пор ничего не изменилось, до сих пор это возможно. Поэтому главный талант, остальное уже вопрос ваших личных предрассудков, взглядов, вкусов и так далее и тому подобное. Буквально на днях, вот верайте, был такой материал, где приводился список фильмов, которые и последнего времени, в том числе, провалились в прокате, но тем не менее они, я так понимаю, что автор вот настаивает на том, что, ну вот, они действительно хорошие, и почему? То есть здесь речь идёт о том, что как будто бы они не стали массово популярными, при том, что это, вот, ну, Фабельманы, например, Спилберга, Тар, к звёздам от Астра с Брэдом Питтом, он приводит примеры, ну, Вавилона, вот, самого такого громкого, что за провал сейчас. Но тем не менее, вот, мне, например, Вавилон, ну, не знаю, он оставил впечатление, вот, прям вот, как бы затронул душу. Мне тоже очень понравился. Но мне кажется, что делать прямую связь, корреляцию между успехами, кассовыми и тем талантливым это произведение или нет, просто нелепо. Мы все знаем, сколько было великих писателей или художников, которые вообще ничего не продали в своей жизни, умерли нищими, а потом посмертно стали суперзнаменитыми. Точно так же, как рядом с ними были люди очень успешные. И были очень успешные бездарные, а были очень успешные и очень талантливые. Нет прямой связи. Можно быть успешным и талантливым. Успешным и бездарным. Совершенно безуспешным и очень гениальным. Безуспешным и бездарным. Все эти варианты есть. Скорее, мне кажется, в случае провала каких-то фильмов, которых вроде бы есть, об этом же тут идет речь, составляющие возможной успеха, именно успеха, а не таланта. Потому что талант не гарантия успеха, это нет связи. Но вот фильм, нам кажется, что в нем есть суперактеры, какая-то креативность, авторы, известные люди, а публика на это не идет. Я думаю, что это социологический феномен всегда. И в социологии надо искать ответ. Например, мне кажется, что последний год в особенности, ну и предыдущие два года пандемии, вот эти три года, человечество абсолютно переосмысляет все, что с ним происходит. и людям нужны фильмы, возвращающие нас к реальности. А это могут быть фильмы в жанре фантастическом, это не имеет значения, что это за жанр. Но фильмы должны парадоксально, напрямую, косвенно, отраженным светом говорить с нами о том, что мы проживаем сейчас. Вот, например, на мой взгляд, очень средний фильм на западном фронте без перемен. Но грандиозный успех, потому что идет война, снова идет война в Европе, снова молодые люди теряют жизнь непонятно за что. И фильм по книге классической, книга и фильм, которые говорят об этом, очень востребованы. Мы же все это понимаем. И никому не придет в голову задаваться идиотским вопросом, фильм же не такой талантливый, даже затянутый, почему же он так всем нравится? Мы все понимаем, почему. Давайте применим это к Вавилону и к Фабельманам. Нет сомнений, что Дэмин Шазел или Стивен Спилберг потрясающие художники. Но, возможно, вот это вот слегка, извините, анонистическое увлечение режиссерами, режиссеров разговорами о кинематографе, о его структуре, чуть-чуть сейчас это не своевременно. Людям нету проблем кинематографа, нету ностальгии по старому Голливуду. Может такое быть? Один критик очень едко и смешно написал, еще раз, для протокола, мне очень нравится этот фильм, «Фабельманы» это история о величайшей любви Стивена Спилберга к самому себе. Ну, не без того, ведь, правда? Притом, как там прекрасно выражен кинематограф. Это потрясающий фильм, замечательный, но... Не ко времени получилось. Ну, конечно, не пришлось сейчас. А все везде и сразу очень совпало, потому что это о простом, бессильном, нищем человеке, который приходит в налоговую, в полной растерянности. И героиня, она азиатка, то есть она все равно чувствует себя не совсем здешней в Америке. Ей 60 лет уже, муж уже достал, дочь достала, взрослая. И вдруг она оказывается в фантастическом параллельном мире, где она супергероиня. Ну, сколько есть таких людей по всему миру? Замотанных, несчастных, усталых, совершенно уже чувствующих, что их жизнь на пределе. Им хочется вот эту калитку в волшебный мир. Это алиса в стране чудес, но в других обстоятельствах, для другой социальной категории. Не для маленьких девочек, которым всегда была открыта эта кроличья нора волшебная, да, путь в страну чудес, зазеркалье. А вот для таких вот несчастных работяг. И оказалось, что это работает. И людям этого хочется. Хочется этой безумной фантазии с говорящими камнями, с какими-то фалоимитаторами. Чем оно более дикое, тем больше ощущение освобождения. И когда начинают говорить, ну почему же они наградили этот фильм, ведь мне он не понравился, а фабельманы понравились, мне они такие прекрасные. Я пожимаю плечами, мне нечего ответить на такое. Ответы лежат в области социологии, не в области чистого искусства, в котором всегда все субъективно. Хороший фильм или плохой. Это просто наша к нему любовь или не любовь. Что нас ждет в будущем, в ближайшее время? Это я уже к тому, что вот 20 апреля, на этот же вопрос я понимаю, что вы будете беседовать с Зинойной Пронченко 20 апреля в Splendid Palace. Все приходите в Splendid Palace. Во-первых, потому что Splendid Palace это одно из самых красивых мест в Риге, и каждый шанс туда прийти это просто радость. Во-вторых, потому что Зина Пронченко незаслуженно, недостаточно известная критик и блестящий автор пера, автор слова, какого владеющего слова, там лучше, чем я, я начинаю заговариваться. Блестящая, владеющая словом, автор замечательных статей, прекрасной книжки про Алену Делона, но вопреки заблуждению совсем не только в Алене Делоне она понимает. Она, у нее критический острый ум, она совершенно беспощадна как критик, в отличие, кстати говоря, от меня. И мы с ней в 90% случаев в оценках фильма вообще не совпадаем. Это не имеет никакого значения, мы давно дружим, мы вместе работали в искусстве кино, и Зина приедет специально из Парижа для того, чтобы мы с ней публично друг с другом поспорили, поговорили о кино. Но я должен сразу предупредить, что это может быть спор о фильмах, но это не будет спор о принципах. В вопросах принципов, в вопросах политики, например, нынешней всей этой ситуации с войной в Украине и прочим, мы с ней совершенно солидарны, как и должно быть у настоящих друзей. В важном мы совпадаем. А по всякой ерунде мы с ней вечно спорим, ругаемся, и это иногда зрелищно, иногда нет, и не знаю. В самом случае приходите и мы попробуем это обсудить. Ту жизнь, в которой мы живем, и кино, какую роль оно играет сейчас, какую роль она играла вчера, какую роль может быть будет играть завтра. То есть, думаю, это будет продуктивная дискуссия, мы никогда такого раньше не делали. Я очень много выступаю, думаю, гораздо больше, чем нормальному человеку следует, и всегда, конечно, есть огромный страх того, что я буду повторяться, что я зарапортуюсь. Я стараюсь, чтобы этого не было, но риск есть всегда. Но Зина мне не позволит свалиться в эту пропасть самоповтора. Я думаю, что в любом случае это будет что-то необычное, парадоксальное, и для нее это будет первое выступление в Риге, поэтому свою публику, у меня уже есть здесь своя публика, я очень этим горжусь, мне ужасно нравится публика в Риге моя. Если сейчас эти люди нас слышат, пожалуйста, приходите, если вы от меня устали, я могу вас понять, но там будет не совсем то же самое. Ну вот из того, что будет, я понимаю, что будет анонсировано в частности и вопрос такой, вытеснят ли кино сериалы, и кто главный кинодержава мира. Ну, мы в принципе уже все понимаем, что вот кроме Голливуда действительно, ведь сейчас очень много снимается фильмов в азиатском регионе, там и Китай, и Япония, и Индия, Корея, Корея, Корея. Не забывайте, маленькая страна с потрясающим мощнейшим кинематографом. Ну да, конечно, поговорим об этом тоже, ну Зина это патриот французского кино и всегда была, а я не патриот никакого кино, потому что я больше люблю отдельных авторов, чем какие-то цельные кинематографии, но поговорить о том, как география кино меняется, всегда интересно, потому что мы видим, как даже если мы вообще уберем Азию и даже Америку, вообще-то говоря, главная кинодержава в мире всегда была и останется одна, это США. Ну, нравится нам это или нет, это просто так, таких размеров кинопроизводства нет нигде. Однако, однако, сегодня даже в Европе, условно говоря, там Греция и Румыния играют те роли, которые 50-60 лет назад играли Франция и Италия. Вот как так получилось? Об этом тоже можно поговорить, это очень интересно. Ну и все время появляются новые территории киношные. Я уверен на 146 процентов, что вскоре одной из главных европейских территорий кино станет Украина. Надо только победить в войне, это неизбежно, и после этого вот такой шок для общества, такая встряска не может не привести к появлению огромного количества новых имен, фильмов, талантов. Это все впереди. Сериалы вытеснят ли, поскольку многие говорят о том, что сейчас сериал дает возможность авторам гораздо более вольготно себя чувствовать, потому что загнанный формат полтора-два часа, ну хорошо, даже три, часто приходится отсекать какие-то сюжетные линии при экранизациях. То есть вот сериал дает больше свободы пространства. Сериал дает больше свободы в одном и меньше свободы в другом. Например, сериал настолько же высокобюджетный, как большие марвеловские блокбастеры «Василин колец» и прочее, невозможен, потому что там же нужно отснять много-много часов вот с такой вот массовкой, декорациями и прочим. И когда ты можешь отснять материалы для трехчасового фильма, для 30-часового фильма, ну мы видели «Игру престолов». Это один из самых масштабных сериалов в истории, может быть, самый по бюджету, но все равно это не сопоставимо с тем, что на большом экране делается даже иногда в не самых выдающихся фэнтези, если говорить об этом жанре. Есть у сериалов другие ограничения, ведь конечность фильма это не только его недостаток, это его преимущество. Художественное произведение хорошо, когда у него есть начало и конец, и когда каждый кадр и каждая сцена, ну я говорю о каком-то идеальном фильме, возьмите фильм Хичкока, ведет к определенной кульминации и завершению. И тогда, когда фильм заканчивается, мы получаем вот это чувство глубокого удовлетворения. Прошу прощения за такие слова. А в сериале, который обречен на бесконечные продолжения, ты не знаешь финала. И не зная этого финала, ты, конечно, имеешь сколько угодно времени, но риск твой потерять внимание и концентрацию зрителя гораздо выше. В кино ты можешь экспериментировать, и ты можешь позволить себе даже скучные, в кавычках, фрагменты, сегменты внутри фильма. Вот как это делал Андрей Арсеньевич Тарковский? У него герои садятся над резину и едут в зону, и они должны долго туда ехать. Момент перехода должен быть бессобытийным и скучным для того, чтобы фактически в состоянии некой медитации повергнуть сознание зрителя. И тогда совершается этот переход. И это работает. Представьте себе сериал, где серия посвящена бессюжетному переезду куда-то. Просто падают рейтинги, и продюсеры не продлевают сериал на следующий сезон. Многие вещи, которые возможны в кино, невозможны в сериалах. И многие вещи, которые невозможны в кино, возможны в сериалах. Поэтому сериалы не вытеснят кино, не убьют кино, и наоборот, тоже этого не произойдет. Просто немножко другая форма. Очень похожая, очень близкая, но другая. Сериалы позволяют сделать, ну, экспериментировать, они тоже позволяют. Вспомните «Твин Пикс», «Возвращение» Дэвида Линча. Очень много экспериментального в кино, в телевизионном кино. Но это другой тип экспериментов. То есть, там все другое. У нас, я просто, я смотрю, осталось уже очень мало времени, а есть еще одно событие 26 апреля в форум «Синема». В форум «Синема» мы показываем фильм «Все страхи Бо», он же «Бо боится», новый фильм Ари Астера, создатель реинкарнации и солнцестояния. Это один из самых интересных американских современных режиссеров. Он хоррор-мейкер, но это не хоррор. Вот, но, к сожалению, я скован эмбарго, я не могу про фильм сейчас рассказывать подробно, кроме того, что знают все, что это история мужчины, который пытается добраться на протяжении трех часов хронометража до своей матери и никак не может. И эту роль играет Хакин Феникс. Ну, Феникс один из лучших актеров современности. Если вдруг чудом есть люди, я не верю в это, но вдруг, которые не познают это имя, это тот самый чувак, который сыграл Джокера, например, и получил за это Оскара. Но у него десятки выдающихся ролей. В «Гладиатре» он играл, конечно, да. Но он когда-то начинал вообще у Гасса Ван Сента в качестве независимого актера, маленького, совсем молодого, в фильме «Умереть во имя» с Николь Кидман. Шикарная была роль с Мэттом Диланом и Николь Кидман. Он тогда был мальчишкой просто. Вот. Но он выдающийся актер. Сейчас, ну, Ридли Скотта сыграл Наполеона. Вот. «Нас осенью ждет встреча с Наполеоном Ридли Скотта», там он в главной роли. Актер потрясающий, но это такая роль его жизни. Вот это вот «Все страхи Бо», это весь фильм «Три часа на нем». Вот. И он очень крутой. Обязательно приходите, потому что это будет не только показ фильма премьерный, но у нас это будет обсуждение с публикой. Мы такое обсуждение проводили уже по фильму «Кид». И я не могу не высказать свое огромное уважение, можно сказать, восхищение рижской публике, которая очень въедливо, интеллектуально, очень интересно в диалоге со мной разбирала эту картину. Я надеюсь, что у нас будет то же самое с этим фильмом. Я прям гарантирую, что, не знаю, половине зала проведем голосование, этот фильм не понравится и раздражит. А другой половине не понравится. Это фильм, который будет культовым, который будут любить и ненавидеть. Но уж точно там есть что обсудить. Вот о чем поговорить там есть. Это настолько скандальная, странная, экспериментальная работа не в меньшей степени, чем в состоянии или даже в большей. Что определенно это будет интересный вечер, который вы долго не забудете. Вот это прям гарантия. А гарантии, что понравится, нет. Ну что, тогда я, наверное, подводя уже, может быть, итоги, я еще раз напомню, что сегодня, 5 апреля, можно будет посмотреть вот Шерлок Холмс Джуниор, это кинотеатр «Кассонс», и опять-таки будет не только фильм, будет вступительное слово и такая небольшая лекция Антона Долина. 18 апреля вы узнаете, что и как смотреть с детьми. Опять-таки, мы вот сегодня успели чуть-чуть буквально в проброс поговорить, но я понимаю, что здесь будут и личные впечатления, свой личный опыт. Обязательно. И 20 апреля приходите в «Сплендед Пелес» с Зинаидой Пронченко. Будет, ну, диалоги, споры о будущем кино и вообще о том, что нас ждет, какое кино завтра и какое кино мы будем пересматривать. Я понимаю, тоже наверняка... Конечно, конечно. Зина адепт вообще старого классического кино, так что без разговора об этом не обойдется. Ну, и фильм «Бо боится» или как это... «Все страхи Бо». Не знаю, кто будет правильный перевод. Правильно, «Бо боится». «Бо из Афрейд» называется фильм. Но «Все страхи Бо» вроде бы официальный русский вариант перевода в то время, как на самом деле в России, по-моему, этот фильм и не будет в прокате. Впрочем, точно тоже не знаю. Все запутано. В любом случае, это уже будет форум «Синемас». Антон Долин, спасибо огромное, что нашли время. Спасибо, друзья. Всегда приятно оказаться здесь. Всего доброго. Счастливо. Радио «Болтком».